Панацею от всех болезней или лекарств от бессмертия человечество пыталось найти во все времена. Люди ели спасительные травы, купались в целительных источниках. Сегодня ученые эти способы называют нереальной наукой. О том, как продлить жизнь человека с помощью биологических механизмов, решают светлые умы США, Англии, Мексики, Польши. Каждый из них намерен удивить собравшихся новыми открытиями. В своих докладах на тему долгожительства ученые настаивают на том, что старение – это смертельная болезнь, с которой можно и нужно бороться. Пока остановить процесс старения, генетики пробуют на животных, в том числе грызунах, в лабораториях. И им это удается. Следующий на очереди человек. Сегодня у нас день персональной медицины. То есть это исследование человека в более глубоком уровне, чтобы знание о многих молекулярных процессах, использование методов секвенирования было перенесено в клиническую практику. И таким образом мы могли бы предвосхищать развитие множества заболеваний. Здесь, в Сочи, признанные мировым сообществом ученые утверждают, что они в шаге от создания, если не лекарства от старости, то лекарства, замедляющего этот процесс. Жить дольше хочет и ученый из Американского университета Рочестера. Профессор Андрей Силуянов. Не стареть и не болеть раком учится у африканского подземного грызуна, так называемого голого землекопа. Эти животные живут во много раз дольше, чем их собратья. К примеру, обычная мышь живет три года, а голый землекоп более 30 лет. Ученые смогли объяснить такую особенность грызунов, расшифровав их ген. А также нашли вещество, защищающее зверьков от рака и старения. Это гиалуроновая кислота. Сейчас мы делаем мышь, которая будет иметь ген голого землекопа, который позволит произвести эту гиалуроновую кислоту, длинную форму гиалуроновой кислоты. Я надеюсь, что эта мышь будет защищена от рака и будет дольше жить, наверное. Если эти эксперименты будут удачные, тогда будем пытаться переводить это в клинику. Но, конечно, в клинике мы не будем делать трансгенных людей. То есть, это, возможно, новые лекарства, которые будут использоваться для того, чтобы делать это вещество в людях. Пока одни ученые выводят формулы новых препаратов, другие советуют не ждать, что кто-то изобретет эликсир молодости или лекарство для бессмертия. Один из проверенных способов долголетия – это хорошее настроение. Оптимисты живут на 7,5 лет дольше тех, кто вечно чем-то недоволен. Рецепт вечной молодости, говорят врачи, думать о хорошем и смеяться на здоровье.